Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители нашего инсталайфа. В очередной раз мы проводим форматник и дискуссии с нашими гостями. Меня зовут Михаил Абрамский, я директор Института информационных технологий интеллектуальных систем Казанского университета. Я приветствую всех абитуриентов, родителей, гостей этой трансляции. Спасибо, что сегодня присоединились к нам и приветствую наших слушателей в инстаграме, зрителей. И сегодня мы решили пригласить к нам в студию тех, кто прошел через обучение в ИТИС, КФУ, наших выпускников, которые сейчас являются уже состоявшимися ИТИ-специалистами, хотя закончили еще совсем недавно и поступали тоже, вообще говоря, относительно недавно. Вот мы недавно отметили десятилетие с момента основания нашего института. Так вот, давайте сегодня поговорим с нашими гостями о том, как они нашли ИТИС, что там было для них, кем они стали, кем надо быть, как трансформировалась IT-отрасль за это время, как надо готовиться к поступлению, к экзаменам, к другим вещам. У нас сегодня в гостях Новиков Стас, я уже буду вас по коротким минам называть, потому что все у меня учились тоже. Новиков Стас, старший разработчик компании МТС, выпуск ИТИС бакалавриата 2015 года и магистратуры 2017 года. Леухин Алексей Дмитриевич, младший научный сотрудник нашего института, аспирант первого года, выпуск бакалавриата 2018 года и магистратуры, получается, 2020 года. И, Маша, у меня тут так написано, такой порядок, как говорится, last but not least, Мария Тимофеева, руководитель отдела мобильной разработки компании Миркот, выпуск бакалавриата ИТИС 2018 года. Спасибо большое вам, что нашли время прийти, оторвались от работы и давайте, собственно говоря, с места в карьер нас слушают наши абитуриенты, которые, в принципе, сейчас подсоединились в трансляцию, но вот какое-то время еще назад, когда вы поступали в 2011 году, в 2014 году ИТИС только начался, вот Стас был первый год поступления, поэтому первый вопрос, наверное, это как вы нашли ИТИС, почему выбрали его для поступления, какие у вас были связаны с этим ожидания, оправдались ли они, собственно, расскажите, как вот, собственно, мы с вами познакомились. Какие-то вещи, я надеюсь, услышать сегодня в первый раз. Вот я начну, пожалуй, со Стаса. Добрый день, слушатели. Честно сказать, об ИТИСе до прихода в приемную комиссию я ничего не знал. Я пришел, и у меня были надежды на то, чтобы подать документы в другие факультеты до тех пор, пока я не остановил свой взгляд на стенде с надписью ИТИС. Этот факультет тогда еще имевший статус высшей школы, и, если не ошибаюсь, сидела женщина Садеева Анастасия Николаевна. Я подошел, и поскольку я пришел достаточно поздно, в этот день народу было не так много, я стал задавать вопросы по поводу того, что за факультет, почему я о нем не слышал, грубо говоря, кто вы такие. И Анастасия Николаевна мне все достаточно подробно рассказала о том, что это новый факультет. Я посмотрел брошюрку, и что меня зацепило, так это программа обучения. Программа обучения, которая направлена в большей степени на практическую деятельность. Поскольку на тот момент еще бытовало мнение, что после университета, когда ты приходишь на работу, тебе говорят, забудьте все то, что вы знали в универе, этот этап хотелось как-то миновать или минимализировать. И поэтому можно сказать, что программа обучения меня и привлекла подать документы в ИТИС. Ну и убедительное слово Анастасии Николаевны. Здорово. Маша? Ну, на самом деле, у меня так попроще. То есть я в ИТИС особо не хотела, хотя я о нем знала. То есть у меня, получается, сестра, на год у меня старше, она как раз и вот училась в ИТИСе. И то есть она прожила, получается, в общагах, в деревню Ирусиады, проучилась в ИТИСе. И, в принципе, по общим ее отзывам я поняла, что, в принципе, нормально. Я готова и мне подходит. Ну, только так. Вот. Если коротко. Ну, как известно, случайность не случайна. В ИТИСе я узнал вообще в другом городе, в Нижнем Новгороде, не в моем родном. Я занимался поисково-сельскими работами, писали научные работы, и я присоединился к группе школьников, которые решили создать виртуальный музей. Ну, там веб, история, связка. И вот мы, когда разрабатывали, решили выступить на проекте третье измерение в Нижнем Новгороде. Членом жюри были руководители ИТИ-парка и других я, конечно, не вспомню, но точно знаю, что они были. И там все уже взрослые дяденьки такие показывают свои проекты, бизнес-планы, мы такие школьники. Ну, вот наш виртуальный археологический музей. Все представили проекты, там наградили ребят, кто классные проекты сделали. Ну, у нас не обделили внимания и сказали, ребят, классно, давайте мы вас ждем в Казани. Вот вам путевка, там на два дня вы будете проживать в ИТ-парке. Экскурсию проведем, погуляйте по Казани, покажем все. Мы такие, вау, классно. И когда мы прибыли в Казань, в ИТ-парк, я понял, что вау, это супер место, это, так скажем, мини-силиконовая долина. Ну, тогда я мало видел, по стране не путешествовал, естественно. Для меня это уже было классно. И я понял, что, блин, Казань — это супер. И когда я познакомился с человеком, руководителем бизнес-аккубатора, Искандер Мусаев, я у него спросил, а вот куда поступать можно? Есть ли упор на практику, что-нибудь такое связанное с быстроразвивающейся? И он говорит, ну, знаешь, есть ИТИС. Вот недавно был создан, как раз по твоему описанию он идеально подходит. И вот с тех пор я студент ИТИСа, закончил бакалавриат, маги-сатуру, и вот сейчас учусь в аспирантуре, и очень доволен. Спасибо большое. На самом деле мы говорим часто нашим абитуриентам про то, что в ИТИС вас ждет некая такая траектория, которую вы сами выбираете. У нас есть базовая часть нашего учебного плана, это то, что изучают все студенты. Но начиная со второго курса, каждый студент у нас, он выбирает некоторым образом свою траекторию. То есть область специализации, в которой он хочет стать как специалист. У нас есть мобильная разработка, веб, java.net, есть робототехника, разработка игр, разные лаборатории искусственного интеллекта. Я специально не уточняю, Леша, какая именно, потому что я знаю, что ты сам про это расскажешь. Вот, и, значит, хочется спросить, может быть, уже ретроспективно, какой был ваш путь в ИТИС и по специализации. То есть как вы выбирали то, чем вы хотите заниматься. Потому что, в принципе, каждый из вас сейчас представитель, ну, достаточно, по-моему, у вас разное направление. Вот, и, соответственно, хотелось бы узнать, а как вы постепенно пришли к тому, чем именно вы хотите заниматься, то есть к той специализации, которая сейчас есть у вас. Вот, соответственно, ну и назовите ее для наших слушателей, которые тоже, в принципе, будут также испытывать возможности для этого выбора. Стас. Я представитель стандартной, можно так сказать, enterprise Java разработки. Как я выбрал данное направление? Это был интересный путь. Могу даже вспомнить тот день, когда мы пришли все на первые занятия по программированию и нас поделили на группы, после чего я попал в группу Абрамского Михаила Михайловича. Мы ушли в другую аудиторию, и он начал рассказывать о том, как увлекательен мир программирования. И первые полгода было очень тяжело. Было очень непросто. У меня были, не скрою, определенные пробелы в знаниях, которые постепенно, благодаря его помощи, именно как преподавателя, удалось устранить. И этот путь можно назвать путем от ненависти к любви. Да, некая реверсия. Почему так произошло? Потому что спустя полгода, в втором семестре, тот предмет, который мне абсолютно не давался, стал даваться очень легко. Стали получаться задания, домашки, курсовые. И впоследствии я не могу сказать, что я выбирал свой путь. Я просто занимался тем, что мне нравится. Занимался тем, что мне нравится, и это привело меня в мою профессию. Однако был еще один этап в моей жизни. Чуть позже, после того, как я почему-то решил, что разработка уткнулась в определенный ступор, я решил заняться аналитикой, потому что мне не совсем нравилось, как аналитики ставят задачи в enterprise разработке. И пошел в системную аналитику. Проработав там некоторое время, я понял, что дело не в них, а в дело просто в окружении людей, которые не совсем понимают, что такое мир IT. И постоянные разговоры, постоянные совещания, меня это не вдохновляло, я вернулся обратно в разработку. Чем продолжаю заниматься до сих пор. Несомненно, есть определенные плюсы в том, чем я занимаюсь, определенные минусы. Но что самое главное, я для себя выделил, это то, что нужно заниматься тем, чему у тебя лежит душа. У меня душа лежала, лежит к разработке. Спасибо. Кстати, слово сказать, тогда, когда пустополста, с выбора языка программира на первом курсе не было, как и у вас, коллеги, а вот с 16-го года у нас появился .NET, и с 20-го года мы набираем на первом курсе и питон поток. То есть наши первокурсники имеют возможность выбрать тот язык, на котором они будут изучать информатику. Она у нас идет 2 года, ну, по теми или иными названиями. Вот. Поэтому тоже это часть вашего выбора, который вам предстоит сделать уже, ну, при поступлении даже до начала учебы. Маша? Так, получается, я как-то интуитивно, на самом деле, почувствовала, что я хочу заниматься именно мобильной разработкой, и я хочу стать именно iOS-разработчиком. Причем это было где-то в конце, наверное, 11-го класса, причем что я... у меня был Android, я всегда была только на Винде, в жизни как бы не пробовала нормальный iPhone и не видела MacBook. Но почему-то я решила, что это будет мое. Вот. Соответственно, я летом работала, подкопила деньги, родители помогли, купила себе Mac. Первый курс отучилась, и потом пошла уже по направлению в мобильную разработку. Было, на самом деле, очень тяжело, потому что был язык Objective-C, тогда только преподавался у нас, и было нереально сложно. У нас, по-моему, для начала нас в группе, то есть те, кто пошли на мобильную разработку и именно на iOS, было около 20 человек. В итоге на третьем курсе, по-моему, заканчивается это... Нас вышло двое. То есть я и еще один... Сейчас немножко стало побольше. Ну, по мне, вся сложность была в том, что был язык именно Objective-C, и с ним были самые большие сложности. Потом, получается, у нас уже добавился язык Swift, стало намного легче. И вот сейчас, в принципе, как бы намного больше стало разработчиков iOS, потому что, опять-таки, стало намного легче внедряться в это. То есть порог вхождения стал намного ниже в этом плане. Вот, и как бы я как придумала себе, что я хочу быть iOS-разработчиком, так и являюсь iOS-разработчиком. В целом все. Спасибо. Леш, ну, нестандартная картина. Как в нашу компанию, значит, индустриальных разработчиков. Научная деятельность? Ну, наука меня изначально привлекала еще со школьных времен, когда начал я заниматься с руководителем по истории. И я, когда поступил на первый курс, естественно, у нас не было еще лаборатории научных, связанной с искусственным интеллектом, я посещал различные конференции, митапы, открытые лекции, где можно было что-то узнать новое, применить свои навыки программирования в области уже научных исследований. И вот на одной из лекций Таланова Максима Олеговича, он рассказывал про эмоциональные машины, это очень заинтриговало, как можно создать биоинспирированную когнитивную архитектуру, как делать нейросимуляции. Это было очень классно, интригующе. И как раз где-то в году 15-м, если не ошибаюсь, чуть-чуть пораньше, плюс-минус пару месяцев открылась лаборатория, тогда еще называлось «Машинное понимание». Сейчас это нейромортное учисление, нейросимуляция. С тех пор я работаю в этой лаборатории, проводим научные исследования, пишем код, занимаемся нейтрадиционной деятельностью, когда многие думают, что у вас искусственный интеллект, это персептроны, сверточные сети и так далее. Далее у нас углубление биопродовоподобности. Мы имитируем ткани и нервные сети уже чельского мозга, крысиного мозга, спинного мозга. Как раз-таки помогаем изучать причины мигрени и других заболеваний нейродегенеративных. Это сложное слово. И это очень здорово, мне нравится. Спасибо. Ну, к слову сказать, у нас в институте действует система виртуальных, да и некоторых реальных лабораторий, к которым студенты могут прикрепиться, начиная со второго курса, они выбирают курсы по выбору, а потом идет деятельность уже проектная в лабораториях. То есть коллеги упоминали лабораторию мобильных разработок, лабораторию нейромортов, в учении нейросимуляции у нас есть лаборатория Java, технологии, хотя там как раз-таки не только Java, там имеет место полный full-stack разработка, то есть это и front, и back. Сейчас уже очень тяжело на самом деле делать чисто технологические лабы, вот только Java будет только про Java, потому что все равно Java-разработчик, он не живет как-то отдельно в чисто своих технологиях, приходится понимать, что происходит и на клиентской части и так далее. Поэтому все равно можно специализироваться в широком профиле. Но хочется немножко как будто бы отмотать назад еще раз момент поступления. Все ведь вы на самом деле сдавали EG. Соответственно, у нас последний проходной балл в 2020 году на бюджет составил 263 балла. На гранд это было 246 баллов и, соответственно, ну, контрактное место это порог примерно 200 баллов. Надо готовиться, надо сдавать. Я не буду у ребят спрашивать их баллы, скажем так, это останется частью истории. Однако я, наверное, вас спрошу, может быть, есть какие-то советы. Вряд ли на самом деле какие-то существенные вещи поменялись, хотя в последнее время у нас популярна онлайн-школа для подготовки к EG. Может быть, это на самом деле единственная большая разница, которую я вижу между как было тогда, лет так 7-10 назад и как было сейчас. Но все-таки, может быть, есть какие-то советы именно абитуриентам, как лучше готовиться к экзаменам, каких-то ошибок надо не повторить. Может быть, они научатся на вашем опыте положительным или отрицательным. Маша? Ну, если честно, я к подготовке к EG была очень легкомысленно. То есть я особо не наседала не на какие-то там... Как это назывались эти? EG? Подготовка к EG. Факульта типа? Пробники там всякие были. Всякие специальные учебники для подготовки. То есть я толком-то даже не готовилась. Вот. В результате, как бы, естественно, у меня не было высокий балл, и когда я поступила в ETS, сначала я почему-то оценивала всех по этому уровню. То есть кто как сдал EG. На самом деле это была большая ошибка, потому что уровень EG не всегда отражал реальные знания, и как бы ты себя изначально зачем-то принижаешь, хотя ты на самом деле не слабее других. Вот это, наверное, очень важно. Почему-то я вот реально я себя думала, что я слабее, потому что у них же больше, и там намного больше, например. Вот. В результате как бы учеба раскидала, ну, по другим местам, можно так сказать. И потом я уже вышла на грант. И вот. Стас? Я, пожалуй, добавлю, что готовиться все-таки к EG нужно. Не могу сказать, что изменилось за последние 10 лет, поскольку тенденцию не отслеживал, но абитуриентам, пожалуй, могу сказать, что уже, пожалуй, в старших классах можно сделать упор на алгоритмы и структуры данных. Если даже сейчас вам неизвестно, что это такое, хотя, скорее всего, известно, загуглите, почитайте. Есть достаточно интересные ресурсы, где все описано понятным неакадемическим языком. И если это не поможет вам в EG, это точно поможет в дальнейшей учебе. Спасибо. Реша? Ну, как всегда, я знаю, к EG нужно готовиться заблаговременно. У меня был такой случай, когда я думал, что информатику, математику я сдам лучше, чем русский, но казалось, что наоборот, русский я сдал лучше всего, но к информатике готовился последние где-то 3 недели до экзамена, потому что у меня был опыт программирования, я очень много кодил, знал алгоритмы многие и думал, что, в принципе, экзамен я легко сдам, но когда я уже начал прорешивать билеты, понял, что возникли некоторые сложности, нужно было делать это зараньше. Тогда я поступил на грант, но баллов хватило достаточно, чтобы не сомневаться в дальнейшей учебе. Но, наверное, самый главный совет — готовиться заранее, делать упоры на те предметы, которые вы сдаете, то есть базовые, не распаляться, не сдавать 5-6-7 предметов, быть уверенным конкретно, в какую область вы идете, и, конечно, в таком возрасте сложно это сделать, но попытаться. И благодаря этому у вас будет преимущество, но опять же нужно помнить, что EG — это некая небольшая лотерея, как повезет билетом с этим экзаменационным, так и сложится ваша дальнейшая судьба. Как ни грустно, но вот такая есть. Мотивирует. Надеюсь, что мотивирует. Ну, кстати говоря, я хочу напомнить, что для поступления к нам экзамены вообще не поменялись в течение 10 лет. У нас это математика профильная, информатика и русский язык. Пожалуйста, задавайте именно эти экзамены. Ну вот, ребята сами-сами подвели меня к тому, что спросить следом, они все, ну, многие упомянули слово «грант», значит, программа грантовой поддержки до сих пор сохраняется. В тот год, когда поступал Стас, в принципе, это была единственная форма обучаться в ИТИС не за собственные деньги, потому что бюджетные места появились как раз-таки только вот, когда поступали ребята в 2014 году. Вот, тем не менее, гранты — это у нас деньги от Министерства цифрового развития, от Республики Татарстан, которые выделяются на обучение для наиболее талантливых ребят, которые при поступлении прошли только на контракт, но имеют самый высокий балл среди контрактных мест. И, соответственно, этот грант дается на год, и после окончания года все грантовики, они сортируются по рейтингу, это их средний балл, и гранты перераспределяются вновь уже по лучшим результатам. И вот, собственно, как раз-таки прозвучали слова Леши, что он там прошел на грант сразу, Маша, что она в течение учебы перешла на грант. Стас, помню, ты... Я тоже в течение чего не прошел. Да, в течение чего перешел на грант. Я как раз-таки вас сейчас об этом немножко расспрошу. И, собственно говоря, у гранта есть определенные условия, они связаны с отработкой, что столько лет, сколько вы получали грант, вы должны проработать в одной из компаний, зарегистрирована как налоговый резидент в Республике Тарстан. Очень такие простые правила. Соответственно, я думаю, что это не проблема. Как раз-таки не буду вас расспрашивать про отработку, потому что это понятно и достаточно простое условие. Все-таки хотелось бы как раз-таки немножко про грант рассказать. Все-таки вот вы, когда поступали, у вас гранты были... То есть единственным вариантом учиться у вас был бюджет, но в принципе все равно гранты это то, что подстегнуло тогда идти как-то студентов пытаться получить больше баллов, потому что четверка-четверка. Напоминаю, что в университете действует балльная система, то есть вы можете получить пятерку, но это 100 баллов. Или пятерку, но это 86 баллов. То есть есть определенные градации, баллы, а рейтинг считается из 100-бальной системы. Вот. Поэтому вопрос, наверное, такой, который я задам, это насколько факт того, что вы получали грант, он влиял на вашу учебу, было ли сложно именно бороться за грант, было ли сложно выйти на грант, и как бы за че-чего это получилось сделать или получилось удержаться. Наверное, начну с Леши. Тогда, получается, как я уже говорил, сразу поступил на грант, хотя там на бюджет не так много баллов не хватило, но опять же, это постегивало обучаться дальнейшим на высоком уровне, потому что я знал, что если я буду обучаться плохо, то я свечу на контракт полностью, буду платить за учебу. Меня эта перспектива не очень радовала, поэтому я держал всегда высокую планку, чтобы быть в топе, и всегда была возможность, что кто с бюджета уйдет, тот в топе из гранта попадет на бюджет. Тоже фанат этой системы 100 балльной, когда ты понимаешь, что все в твоих руках и смотрят на твои достижения, успехи в учебе, дополнительные баллы за научную деятельность, за активизм и прочее, подстегивают не просто учиться, но и заниматься какой-то другой деятельностью помимо учебы. Это не сложно в плане учебы, просто нужно всегда выполнять задание вовремя, сдавать вовремя, и тогда, в принципе, проблем нет. Маша, хочешь возразить, видимо? Маша? Ну, сдавать вовремя, это все как бы, ну, естественно, будучи студентами, я думаю, большинство все равно оттягивает это на последний момент, ну, или близко к тому. Вот, соответственно, я поступила сначала на платное, второй курс я уже вышла на грант, отучилась на гранте, потом третий курс я снова вернулась в платное, и, по-моему, если я правильно помню, я была вторым человеком, либо первым даже человеком в списке на грант, то есть мне не хватило, ну, вот совсем чуть-чуть. Было, конечно, обидно, ну, ладно, то есть третий курс я снова на платном, четвертый курс я уже снова на гранте, то есть у меня вот такие качели. Но что могу сказать точно, то что даже если вы там, например, вылетаете из гранта, то, по сути, это не такая страшная ситуация. Когда вы потом получите финальную профессию, вы выйдете как бы уже на работу, это достаточно быстро окупится. Так что, в принципе, я не думаю, что из-за этого нужно прямо сумасшедше переживать. Так что все в ваших руках, да. Ну, на самом деле, есть определенный трюк. Вы можете взять стоимость обучения, которая у нас составит, в следующем году пока точную цифру нет, ну, около 150 тысяч, назовем пока так. Если вы поделите на 12, вы получаете в месяц сумму между 12 и 13 тысячами рублей. Это точно меньше, чем зарплата даже начинающего разработчика в индустрии. То есть вы, в принципе, можете свое обучение потом уже окупать. Стас? Да, у меня ситуация была несколько иной, попроще. Я после первого курса перешел в систему, ну, в список людей, получивших грант, и, собственно, так и держался в этом списке до конца, до завершения обучения. Да, в первом году обучения было сложно попасть в список грантополучателей, потому что, как я уже рассказывал в начале, учеба первые полгода давалась мне непросто. Единственным предметом, пожалуй, который я хорошо знал, была дискретная математика. И, получив по нему автомат, я подумал, хм, можно ведь так действовать и по остальным предметам. И, получив грант, я постарался выработать систему, при которой не нужно было думать, попадаю я на грант или нет. Старался везде получать максимум баллов, чтобы в случае чего точно быть в топе. И поэтому данная тактика себя оправдала. Было ли легко? Нет, легко не было. Было ли сложно? Поначалу, да. Когда привыкаешь, то уже в процессе тебе не кажется, что сложно. Ну, так. Спасибо. Воспоминания у меня тоже приходят в голову. Я хочу вам напомнить, что когда поступал первый набор в ИТИС, в 2011 году, тогда он даже ИТИСом-то, по-моему, не был, был информационной системой технологии, назывался первая версия. Соответственно, всего обучалось на курсе Стаса 38 человек. Был бы самым маленьким таким факультетом. Вот. Сейчас в ИТИСе вместе бакалавриат и магистратура учатся 1100 человек. Вот. Вот так вот мы расширились в несколько раз. Леша упомянул про внеучебную деятельность. На самом деле, в любом университете, куда бы вы ни поступали, кроме учебной деятельности, вам будет предложена деятельность еще и внеучебная. Конечно, когда мы говорим про ИТИС, мы понимаем, что наши студенты у нас учатся для того, чтобы становиться специалистами по своей специальности. Однако это не значит, что наши студенты, они как-то игнорируют и внеучебной деятельности, и не являются профессионалами в других областях. Можно открыть просто наш Инстаграм или посмотреть по достижению студентов, которые достаточно высоки не только на поприще IT или научных достижений. И поэтому хотелось бы спросить снова про личный опыт ребят, посвященных внеучебной активности. Я знаю, что здесь есть некоторые очень образцовые представители. Вот. Поэтому, пожалуйста, расскажите, что вы делали, кроме, может быть, учебы, учебной научной деятельности в ИТИСе, как вы свое время занимали, чем занимались, чем могут заниматься тоже наши поступки, выступающие в Казанской университет абитуриенты. Маша. Ну, в общем, я ушла, ну не ушла, совмещала учебу в ИТИСе вместе со спортом. Я была в сборной по баскетболу женской, то есть первого курса, естественно, по четвертой. Да, сборной университета именно. Вот. Было, в принципе, совмещать не так сложно на самом деле. То есть, по-моему... Помогал ли как-то в учебе, но я не знаю, что ты спортсмен? Ну, в принципе, вообще нет. Нет, вообще нет. На самом деле, тем более, когда вот именно я еще училась, у нас достаточно были трудности именно с спортивными мероприятиями в самой ИТИСе, то есть было очень мало спортсменов среди ИТИСа. И, соответственно, очень обидно было проигрывать все какие-то командные игры. Но, но на четвертом курсе, благо, мы в первый раз, по-моему, в баскетболе там что-то даже заняли командное. Сейчас с этим проблем нет? Надеюсь, что да. Я даже, кстати, вроде слышала, что ИТИСе ставил получше. Было хорошо с футболом мужским, но у нас просто изначально, мне кажется, парней все-таки гораздо больше, чем девушек. И, соответственно, сложно из маленького количества девушек еще набрать там большую команду футбола, баскетбола, волейбола и так далее. Вот. Сейчас как обстоит? Ну, вроде говорят, получше, но, честно, я не интересовалась. Приходи, приходи. Хочу. Спасибо. Спасибо. Стас? Занимался ли я чем-либо в рамках университета? Да нет, я не могу такого сказать. Я всегда завидовал ребятам и некоторым одногруппникам, которые умели играть на саксофоне, которые хорошо пели, которые хорошо играли на фортепиано, как ваш нынешний директор. Что я делал? Я просто помогал активистам, выполняя их просьбы, помогая им по учебе. Единственное, я отмечу, что незадолго до универа я бросил заниматься пауэрлифтингом, и, пожалуй, некое стремление к высоким результатам все равно в характере сохраняется, и это влияет на учебу. По поводу всего остального, помогал ребятам. Ну, это тоже, потому что у нас, например, есть направление волонтерское, активное в IT сейчас, и поэтому даже просто помощь, она считается в современной парадигме тоже активностью. Спасибо большое, Стас. Леша? Ну, кроме науки, я еще занимался тем, что выступал на различных площадках, начиная с третьего курса, ТВ этому пример, дальше я уже остановился тренером по программированию Python, помогал школьникам в формировании знаний, навыков в области архитектуры, структуры данных и тому подобное. Также я какое-то время, может, полгода находился в ETS Music, меня обучали игре на электрогитаре. Ну, далее я выбрал уже учебную, образовательную деятельность, нежели игру на гитаре, к сожалению. Мог бы доразвить навык, просто мне нравится музыка металл, поэтому я обалдел, когда сам мог играть что-то подобное музыку. И вот на третьем курсе, когда я понял, что у меня есть свободное время, я выбрал уже дополнительное высшее образование, переводчик в сфере IT. После окончания бакалавриата еще получил дополнительный диплом, теперь могу работать переводчиком, помогает. Помогает сохранить навык английского языка. И здорово, что есть такая возможность в КФУ. Очень много есть различных дополнительных образований высших, различных кружков, спортивных мероприятий и массовых мероприятий, медиа и тому подобное. Спасибо. Хотелось бы немножко прокомментировать слова Маши по поводу того, что большая часть парней в IT-си мы упорно продолжаем бороться с возможной гендерной привязкой профессии. Не важно какой, но говоря про IT-сферу, у нас процент поступающих девушек растет. И вообще говоря, мы категорически противники всем институтам, против вообще любой привязки нашей специальности к тому, какой у кого гендер. Вообще без разницы, все равно, что говорят, что я блондин, а он шатен, вот он лучше разбирается. Вот, к слову сказать, что по статистике моего прошлого года поступления, я часто делюсь, у нас в топ-20 по баллам ЕГЭ было 12 девушек и 8 парней. И среди бюджетных мест, которых было в прошлом году на 115, на 40% было девушек. Вот, среди контрактных меньше. Я, в принципе, связываюсь с тем, что, возможно, до сих пор как-то еще бытует мнение, что когда, скажем, не знает человек, куда идти, то девушкам говорят, идти, вот, скажем, может быть, не в IT. Это полная ерунда. Вообще, то есть, не должен ставиться вопрос, из какого пола мне исходить, чтобы получать профессию в IT-сфере. Здесь места есть всем, абсолютно независимо от чего. Компетенции можно развить вообще при любом раскладе. Так, это я себе эту пометочку сделал, да, все прокомментировал. Ну, смотрите, говоря тоже про еще то, что есть в Казанском университете, у нас здесь есть представители, значит, других городов, то есть, которые поступали, не будучи казанцами. Вот, соответственно, им пришлось пожить в нашем общежитии. Вот, для всех первокурсников у нас предоставляется деревня универсиада, есть общежитие университета. Поэтому расскажите немножко про именно деревню универсиады, как там стоят дела, как, что там есть, каково это жить в общежитии, страшно ли это или наоборот как-то сплачивает. Вот. Леша, Маша? Маша? Нет, ну, на самом деле, общежитие, это было одним из тех фактов, который меня как раз купил. То есть, как раз я приезжала к сестре, то есть, в гости посмотрела на общежитие. Это совершенно другое, что я себе представляла ранее, то есть, я представляла какие-то страшные общежития и думала, что все, наверное, студенты примерно так и живут. И, соответственно, когда я приехала из другого города, да, поменьше, который есть, чем Казань, и увидела деревню универсиады, естественно, так и подумала, круто, как бы, хочу. Вот. И, ну, вообще, в принципе, общага, по-моему, это классно. В общаге своя движуха, в общаге твои однокурсники, там, ребята, которые старше курсом, младше курсом, вы все, в принципе, общаетесь, потому что живете рядом. Все тебе могут помочь, ты можешь кому-то помочь. Более того, мне кажется, благодаря общаге еще у меня очень много друзей именно вышло. То есть, сомневаюсь, что если бы мы просто все там жили бы дома и приходили, встречались бы только в универе, вот, соответственно, общага дала больше раскрыться всем и найти более таких людей по духу, близких, вот. Поэтому, по мне, общага – это потрясающе. Спасибо. Наверное, больше беспокоятся родители, потому что в их время общежития – это будет как раз таки мрак и страх, и поэтому они, наверное, боятся отпускать их в общежитие. Ну, опять же, тут еще не стоит забывать тот факт, что самостоятельность требоваться от человека, если он был всегда под присмотром родителей, то ему сложно быть одному. Конечно, там разрешают приезжать родителям, встречаться и так далее, это не какая-то закрытая территория, прям, абсолютно от всех. Это помогает, да, социализироваться, знакомиться с людьми, нового знакомства, расширять круг общения. Тем более, когда вы вместе гуляете по Казани. Я за год проживания в Казани выучил больше улиц, чем за 18 лет в своем родном городе. Это удивительно. И мне всегда нравилось общаться с ими соседями. Ну, еще, конечно, повезет. Можно в случае чего, естественно, менять комнату, если вдруг какие-то будут отношения не очень сложившиеся. Ведь все люди разные, стоит тоже понимать. Ну, все сложилось удачно, никаких проблем не было, было здорово. Но я жил не только в деревне университета, еще и на Пушкино. Мне еще нравилось то, что находится прямо около универа. Можно было вставать за 10 минут до начала пары, перейти дорогу, уже оказаться в университете. Везет, что, то есть, общитель на Пушкино, там еще и физическая активность определенная. Да. Ну, да, есть. Ну, и как раз, да, после ремонта все так благоустроенно стало. Спасибо. Давайте мы немножко вернемся в область IT. Я надеюсь, что все-таки слушающие нас, это не просто абитуриенты, которые куда-то поступают, а еще абитуриенты, которые рассматривают нас в качестве поступления, становление себя как IT-специалистами. Получается, с момента, как вы поступали, прошло, ну, получается, 10 лет и 7 лет, да. Скажите, пожалуйста, мы часто говорим про то, что IT-сфера, она претерпевает изменения, и много об этом идет разговоров, что IT-образование, оно не может быть запланировано надолго, просто потому что нельзя предугадать, какие технологии будут актуальными. Вот. Вопрос мой, наверное, вам, что успели вы отследить за время и учебы, и работы между годом, когда вы поступали, и вот, например, с сегодняшним годом, как у нас IT-индустрия меняется с точки зрения профессии, с точки зрения подхода к работе, с точки зрения форматов работы, ну, собственно, в любом смысле. Поскольку вопрос сложнее, чем все предыдущие, я, пожалуй, дам вам самим выбрать, кто хочет первым начать. Ну, я могу начать. Пожалуйста, Стас. На мой взгляд, за прошедшие 10 лет IT-отрасль стала более динамична. Она уже не является неким темным ящиком, в который, наверное, количество времени представители бизнеса закидывают задачи, и IT их выполняет, и по итогу выполнения они становятся не всегда актуальны. И также отмечу, что процесс удаленной работы за прошедший год очень много изменил в сфере зарплат на рынке IT-труда. Они выросли. А по поводу динамики могу отметить, что представители бизнеса… Есть в этом некий минус, что перестав относиться к области IT как к черному ящику, они начинают продвигать свои желания по скорости работе, по скорости выполнения задач по качеству и по более дешевой стоимости. Абитуриентам, которые закончат обучение в IT-сферу и придут в IT-сферу работать, я бы пожелал уметь отстаивать свои интересы и не давать представителям от бизнеса садиться вам на шею и выполнять все их потребности, так скажем. Спасибо. Очень революционно. Ну, в принципе, доля в этом есть, просто у каждой сферы, у каждой роли войти свои интересы. Очевидно, что тот, кто хочет получить продукт, хочет получить его по стоимости поменьше, но качество было точно такое же. Маша, ты упоминала, что с появлением SWIFT в iOS-разработке снизился порог входа. Ну, вообще, мне кажется, в принципе, да, то есть IT перестает быть каким-то черным ящиком для всех, и благо уходят такие мысли, что типа IT только для супергениев и суперумных, и благо больше людей начинают пробовать себя, в принципе, в IT-индустрии. И для всех абитуриентов, наверное, я бы сказала, что типа если вы хотите пробовать IT, но вы боитесь, что вы не осилите, лучше попробовать. Там не так сложно, как все думают, и как бы добро пожаловать. Мне кажется, в IT найдется место всем, и главное только попробовать, и найти свое самое важное. Спасибо. Ну, найти свое будет попроще как раз таки, потому что IT, я заметил, что он стал гораздо богаче на разнообразии различных вот стыковок, чего раньше не делали, допустим, IT плюс музыка, IT плюс искусство, наука, обработка данных, сделали упор на какие-то тренды. Это очень здорово, потому что можно реализовать свои навыки не только конкретно области, которые казалось, что она просто схожа, а тут прям конкретно погрузиться в нее, и быть специалистом в этой области, и быть высокооплачиваемым и требуемым на рынке труда. Это прям завораживает, и считаю, что больше выбора стало у людей, которые только сейчас уходят в IT. Да, порог немного снизился в том плане, что разнообразие еще стало. Ну, документация бы сказала так, что очень много перевели на русский, на все языки, что раньше было так, что если ты не знаешь английский, то все, дорожка закрыта. Конечно, рекомендуется знать английский, но теперь есть возможность. Нет, дорожка закрыта. Учите, а у нас английский идет два года, три раза в неделю. Да, будут трудности, конечно, потому что все мануалы и самая последняя свежая информация это всегда на английском. Дальше пройдет какое-то время, может даже год, может и полтора, и больше, только тогда поедется на русском. Это да, это правда. Но факт в том, что стало всего больше, это прям удивляет и радует. Да, на самом деле, говоря про цифровую экономику, и вообще говоря, по некоторым планам в иных городах и регионах более 30% населения будет работать так или иначе на позициях, связанных с цифровой экономикой. Так что, что считать IT? То есть, если мы будем считать, что, например, сфера доставки, сфера услуг, это тоже, в принципе, в каком-то виде они будут цифровизированы. Что ж, сейчас я смотрю за вопросами. Да, в принципе, еще есть у нас время на парочку вопросов буквально, может быть, один существенный, второй покороче. Давайте встанем в позицию, что вы представители своей компании или своей лаборатории, вы собеседуете на работу выпускника, пусть не обязательно ИТИСа, в принципе, выпускника или студента. Вот на что бы вы обратили внимание? То есть, вот я хотел бы, чтобы абитуриенты, может быть, услышали, какие требования будут к ним в первую очередь предъявлены со стороны именно работодателей, причем ведь не только технические требования, да, сейчас мы говорим про soft skills, то, чему, как многие говорят, не научить, хотя учить этому можно, но очень тяжело трансформировать человека, которым не владеет, который уже приходит в компанию. То есть, если говорят, что hard skills можно доучиться, то soft skills уже, то есть, навыкам коммуникации, общения, выступления, этика, эмпатия и так далее, что этому учиться уже очень тяжело. Вот, собственно, что бы вы спросили с того сыскателя, который к вам пришел, какие качества, какие-то требования? Давайте в том же порядке можно. Так, я бы обратил внимание на некое, на поведение человека при собеседовании, на его адекватность. Под адекватностью я понимаю уважительное общение с работодателем, отсутствие, так скажем, лжи в ответах на поставленные вопросы. Простой пример. Если человеку задается вопрос про определенную технологию или он указывает какую-то технологию в резюме, он ее должен желательно знать. Если он не знает, то указывать не стоит. Однако, если в ходе собеседования, поскольку часто бывает, что собеседуют несколько человек и не все заранее видят резюме соискателя, сдается технический вопрос, и соискатель не знает на него ответ, не нужно юлить и самого себя закапывать. Нужно честно ответить, да, я это не знаю, и либо предложить возможные пути решения, как бы он, не зная технологии, решил проблему, озвученную в вопросе, либо изъявил готовность изучить данную технологию. Поэтому, пожалуй, вот это было бы основным критерием так называемой адекватности человека, как я сказал ранее. Спасибо. Ну, на самом деле, я обычно всегда на собеседованиях спрашиваю, где учился человек, либо учится. Не с целью, именно мне необходима корочка о каком-то образовании, но когда ты понимаешь, что, например, если студент учился, например, в том же самом ИТИСе, у тебя по-любому есть знакомый и, возможно, есть контакты даже его преподавателей. И бывает такое, что я связываюсь напрямую с преподавателями, спрашиваю о конкретных студентах, как они себя ведут, как они ведут себя на парах, как они сдают домашки. И вообще, на самом деле, я думаю, очень жалко, что в самом начале нас, когда мы поступали, точнее, поступили в универ, нам не сказали такой момент, что на самом деле ИТИ, особенно в Казани, очень тесная такая семья, и тут все друг друга знают. Вот если ты поступаешь, устраиваешься на работу куда-то, наверняка там есть люди, которые про тебя уже знают. И, соответственно, при поступлении нужно изначально, мне кажется, уже задумываться о своей репутации, потому что если там кто-то от себя запомнит не очень хорошо, соответственно, это как-то может даже повлиять на твое устройство, на работу. Естественно, я очень согласна с тем насчет вранья, то есть абсолютно нельзя придумывать себе какие-то навыки. Намного лучше будет, если вы сразу честно скажете, что вы умеете, что вы не умеете. Мне кажется, в ИТИ это очень важно. И, естественно, софт-скиллы, умение работать в команде, потому что все-таки чаще всего это командная работа. Вот. Наверное, основное это. Спасибо. Леша. Ну, если сразу, вот я человека вот только увидел, наверное, первое, что я бы обратил внимание, это горящие глаза, интерес, у человека должна быть страсть к тому, что он хочет делать, что я вижу, он хочет внести вклад в развитие какой-либо области. А все остальные уже навыки нужно, конечно, смотреть в течение времени, допустим, месяц, пару недель, это уже стажировки, какие-то тестовые периоды, чтобы можно было понять, насколько человек как быстро и качественно впитывает новые знания, как он быстро обучается и даже разобучается. Это тоже очень важные навыки, чтобы человек мог динамически подстраиваться по трендам современного мира, технологии, потому что технологии быстро развиваются, и нужно всегда следить за их развитием, чтобы не отставать от всего мира. Думаю, это основные качества, которые бы я предъявил претенденту на какую-либо должность. А все остальное можно, думаю, обучиться в плане технологий, навыков уже hard skill. Знаете, как происходит собеседование в лабораторию, где, собственно, Леша работает? Приходит студент условный, либо Леша, либо в лаборатории Макстан говорят, ну, два экзамена по нейробиологии и по питону. До сих пор осталось такое. Да, да, осталось. Это курсы онлайн, кстати, да, можно пройти в любой момент времени. Вы можете прийти хоть за неделю, хоть через полгода, хоть через два года и прийти к нам и сдать экзамен. Это без проблем. А дальше выдаем тесты в задание, вот видим, как человек работает. Если все хорошо, то you're welcome. Спасибо. Ну, у нас заканчивается время, и поэтому, наверное, последний вопрос такой, некое напутствие. Все-таки вот абитуриенты, нас сегодня они слушают и делают выбор, что все-таки им надо сказать, как им помочь, какими добрыми словами, что пожелать. Я хотел бы, чтобы вы тоже что-то сказали, как напутствие нашим уважаемым слушателям. Леша, продолжи с тобой. Ну, я думаю, надо не бояться. Если есть какие-то возможности, всегда их брать, пользоваться этим. Я знаю, что IT-с дает очень много возможностей, и нельзя их упускать. Все в себя впитывать, как губка, и в дальнейшем уже, когда профессия, вы профессию свою выберете, отдать все свои навыки, все свои возможности для того, чтобы внести вклад, как уже говорил, сделать небольшой шажочек в развитии технологий всего мира. Ну, на самом деле, студенческая жизнь классная. Но что будет после студенческой жизни, еще лучше. Поэтому, по мне, классно быть студентом УТИСа, но еще лучше быть выпускником. Там прям вот жизнь, прям в кафе. Надеюсь, мотивирует. Спасибо. Стас? Абитуриенты, если вы думаете, что у вас получится, вы правы. Спасибо. Ну, как после таких слов не поступать? Ну и, собственно, про выпускников. Мы тут с небольшой заготовочкой. Значит, поэтому благодарственным письмом хотели бы наградить краски наших уважаемых сегодняшних гостей, чтобы присоединились к вам. Итак, сейчас секундочку, чтобы у меня провода не оторвались. Стас? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Спасибо. И тоже отобрю. Спасибо. Надеюсь, камера меня крупно не снимает. Что ж, большое спасибо всем слушателям. Большое спасибо, кто слушал нас в прямой трансляции, кто слушал нас в Инстаграме. С вами был Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета, ИТИС. Я директор Института Михаил Абрамский. С вами прощаюсь на данный момент, но мы с вами еще не раз встретимся в Инсталайфах. У нас уже апрель, середина апреля, скоро май, а в июне у нас уже подача документов к нам в Институт и, в принципе, в Казанский университет. Ждем вас и до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова